Всем привет! В эфире программа «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Ева Семянова. Сегодня в выпуске. Третий тур студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Казанский федеральный против архитектурно-строительного. Самбо в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан. По традиции начнем нашу программу с обзоров матча Акбарса и Рубина. В прошлый раз наш обозреватель Амир Сабиров рассказал о том, что Акбарс сумел прерывать свою шестиматчевую серию поражений, а Рубин с Толятинским акроном разошелся миром 0-0. Как дела обстоят на этой неделе, узнаем прямо сейчас. Всем привет! Неделя прошла, и я, Амир Сабиров, снова с обзором матча Акбарса и Рубина. 24 числа Акбарс начинал двухматчевую гостевую серию маршрут Магнитогорск и Уфа. С Магниткой счет был открыт на девятой минуте второго периода. Усилиями Егора Коробкина хозяева вышли вперед. В начале третьего Кирилла Дамчук с передачи Шипачева и Лямкина счет сравнял от синей линии. На десятой минуте Никита Дняк забил. На шайбу отменили из-за помехи вратаря. Помог тренерский видеозапрос от штаба Металурга. Семь минут спустя Артем Галимов оставил свою команду в меньшинстве, и Магнитка поставила точку в матче. Диагональная передача Майлена Коростелева и 2-1 за хозяевом площадке. Два дня спустя уже в Уфе Акбарс после первого периода горел 0-2. Сначала Иван Дороздов выбежал 1-1 с Беляловым и переиграл его. К концу отрезка отличился Сергей Шмелев с шикарной передачей Кадейкина. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На третьей минуте Михаил Глухов сократил разрыв до минимума, благодаря ошибке защитников Салавата. 2-1. А за 13 секунд до сирены Сергей Шмелев отправил гол в раздевалку. 3-1. В последний отрезок и в атаке 3-1 Владислав Картаев увеличивает разрыв в счете. Тем самым тригу в игре завершает. 4-1. Уверенная победа Салавата Юлаева. Двухматчевая выездная серия закончилась. Начинается домашняя. 30 октября в Казани. Татарстанское дерби с нефтехимиком. На третьей минуте первого периода нижникамцы вели уже в две шайбы. Евгений Кашников и Энтони Комара. Авторы голов. Тренерский штаб Акбарса решился на срочную замену вратаря. Вместо Белялова вышел Мефтахов. Дальше забивали только Барсы. В том же первом отрезке отличились защитники Кирилла Домчук с 18-летним Никитой Евсеевым. Во втором на девятый забил опять защитник. Вячеслав Войнов в быстрой контратаке. 3-2. В последнем отрезке дубль оформил Евсеев. И точку в игре поставил Ильяс Афонов. 5-2. Акбарс прервал серию поражений с трех матчей. Перейдем к футболу. Рубин на своем поле принимал Балтику в рамках 16-го тура первой лиги. Уже на второй минуте Гедеон Гузина вывел вперед свой клуб. Передача верхом и 0-1. На 36-й арбитр поставил пенальти в ворота Рубина. И тот же Гузина сначала не забил с точки и тут же был первым на добивании. 0-2. Шесть минут спустя Дмитрий Кабутов сократил разрыв мощным ударом. Лотарь бессилен. 1-2. В самом начале второго тайма на 47-й Иван Астожич после навеса со штрафного замкнул мяч в ворота Казанцев. 1-3. Возвращение преимущества в два гола. Рубин опять быстро ответил. Егор Тесленко воспользовался оплошностью игроков-гостей. 2-3. В самом конце Виталий Лисакович вырвал ничью для Казанского клуба на 87-й минуте. Опять мяч головой. 3-3. Рубин зарабатывает одно очко со второй командой первой лиги. Вот такой получилась неделя для Акбарса и Рубина. Что будет на следующей, увидим. С вами был Амир Сабиров. Пока-пока. Теперь о футболе. Студенческая футбольная лига уходит на зимний перерыв. Но до продолжительной паузы сборная Казанского федерального университета в рамках третьего тура провела встречу против Казанского архитектурно-строительного университета. В матче второго тура КФУшники смогли набрать первые три очка. За ходом противостояния в третьем туре наблюдала наш корреспондент Екатерина Лангаева. Заключительный матч студенческого футбола для сборной КФУ перед большим зимним перерывом прошел 27 октября. На поле стадиона КАИ «Олимп» сошлись сборная Казанского федерального против сборной Казанского архитектурно-строительного университета. Начальный отрезок игры полностью изменил планы КГСУ на матч. На восьмой минуте голкипер архитекторов Ильнас Хаматов получил травму от неудачного приземления и был вынужден покинуть поле. Вместо него в воротах продолжил игру полевой игрок Булат Ахунов. Далее, несмотря на это, первый тайм прошел с небольшим преимуществом КГСУ. Счет в матче был открыт на 24-й минуте Иваном Гульдановым. У Юлбарса уже игра не пошла. Несыгранность команды, множество ошибок не позволили им забить ни одного мяча за первый тайм. А вот после перерыва КФУ заиграл ярче. Второй тайм был действительно насыщенным, игра раскрылась, голевые ситуации стали возникать чаще. Особенно отличился бомбардир КФУ Данил Воронов. На 38-й минуте открыл счет голам для Казанского федерального университета. К концу тайма федеральный университет забил еще два гола на 53-й минуте и в дополнительном времени. Автором стал все тот же Воронов. Итоговый счет 3-1 в пользу сборной КФУ. Екатерина Лангаева, Бахтияр Хуснулин, Софья Воронова. Неделя спорта. После трех туров студенческой футбольной лиги взглянем на турнирную таблицу. Первое место занимает сборная энергетического университета. У них в активе 6 очков за 4 матча. Вторые игроки – федеральный университет. У них также 6 очков, но сыграно всего 3 матча. Третье место в таблице занимают игроки КНИТУ КАИ. Тоже 6 очков. Остальные результаты на ваших экранах. Переходим в спорта-океаде вузов Республики Татарстан. На этой неделе сильнейшую сборную выявляли в таком виде спорта, как самбо. Бои проходили в Павловском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. За самбистами пристально наблюдал наш корреспондент Рустам Габасов. Подробности далее в сюжете. Бойцам выйти на ковер. Павловский государственный университет физкультуры, спорта и туризма принимал в своих стенах спорта-океаду по боевому самбо. Спортсмены выясняли, чья команда достойна называться сильнейшей в Республике Татарстан. Всего определяли лучших в 15 весовых категориях. Мужчины в 8, женщины в 7. Бои проходили на двух коврах. По ходу соревнований лучший перформанс команде КФУ показали самбисты Камила Назмудинова в категории до 65 кг и Сергея Овчинникова в категории 64 кг. Они принесли золото команде Казанского федерального университета. Сергею Овчинникову удалось быстро справиться со своим соперником из Павловского университета благодаря броскам из стойки с падением на спину. Он набрал больше всех баллов для своей команды – 45,5. Тяжелее ситуация была у Камилы Назмудиновой. В начале боя ее соперница из КГУ набрала быстрых 4 балла. Назмудиновой удалось сравнять счет к третьей минуте встречи. Далее бой продолжался как качели. Вперед выходило то самбистка КФУ, то самбистка Энергетиков. Не было понятно до конца, кто одержит победу. Однако за 30 секунд до конца боя Назмудинова смогла вырвать победу двумя бросками на колено соперника. Также команда КФУ поднялась на почетный пьедестал еще 8 раз с двумя серебряными и шестью бронзовыми наградами. В общем командном зачете в очередной раз с явным преимуществом победу одержал Павловский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, набрав 324 очка в своей активности. На втором месте с 309 очков расположилась команда Федерального университета. Третье место у Казанского архитектурно-строительного университета. Рустам Габасов, Игорь Озеров, Неделя спорт. Ну а теперь поговорим о Кубке КФУ. Сегодня у нас в студии наш комментатор Павел Мельников. Привет, Паша. Привет. Расскажи, пожалуйста, как тебе Кубок КФУ? Ну, в целом, если говорить, очень много интересных игр проходит. Жребий выпал одновременно и удачно, и неудачно. В первом же раунде сошлись Эконом и Имо. То есть две большие команды. И в этой трилогии Эконом вылетел. У нас получается все. Начинается по новой. Сейчас Юрфак еще будет играть с Имо. То есть очень интересно. Еще из такого это... Из Фнимк, наверное. Да, это отдельная вообще история. В общем, интересные игры, интересные матчи. И не разочаровывает абсолютно Кубок. Может быть, у тебя какие-то отдельные моменты заинтересовали в этих играх? Можешь о них рассказать? Да, вот прошедшее воскресенье. Заключительный матч. Стадия 1-8. Елабужский институт с Исфнимком играл. Так уж получается, что я не могу ни о ком другом говорить сейчас, кроме Исфнимка. Потому что в прошлом году очень неприятно вылетели от института международных отношений. Были, честно сказать, глупые привозы. В этом году столкнулись с потерей кадров. С кадровыми потерями. Давай так. Большое количество лидеров выбыло. Это Кирилл Стекольщиков, Алду, Вратария, Шапутра, Рики, индонезийский, по-моему, голкипер. И Кузора выбыл. Тоже из-за травмы ноги. Выходили по большей части первокурсники. Нет, не по большей части, сколько? Трое там было. Ну, ладно, не будем в математику. В любом случае, выходили первокурсники. В прошлом году такого не было. Нас было меньше. И тем более в основном составе. Я думаю, если посмотреть... Если бы мы ввели какую-нибудь статистику по количеству проведенного времени на площадке, то, мне кажется, на первых позициях были бы именно первокурсники. Паша, оцени матч, пожалуйста, на набережной Челнинского института против ИТИСа. Ну, тут без сюрпризов. НЧИ всегда в списке, наверное, фаворитов. Они очень сильные, хорошо поставленная игра. В целом, наблюдая за даже предматчевой разминкой, можно сделать вывод о том, что эта команда очень подготовленная, опытная. Поэтому здесь без сюрпризов. Пять мячей забитых. Я думаю, это не предел для них. Мог бы быть в этом матче. Вот, поэтому... Ну, что-то еще сказать сложно, потому что, ну, Этан Чи, у них хорошие игроки, и все. И они выиграли. Не более. В прошлом году Елабужский институт дошел до полуфинала, а в этом году вылетел в 1-8. С чем это связано? Тут, ну, сложно говорить, потому что там несколько факторов. Часть от Елабуги, и я их назвать не смогу. Наверное, только игроки команды смогут это сделать. Может быть, где-то недонастроились, может быть, где-то просто отпустили игру. Перваки... Ну да, в основном перваки, первокурсники из Фнимка взяли все в свои руки. Вот это, наверное, один из главных факторов, потому что сборная первокурсников из Фнимка заняла первое место на Спартакеаде по мини-футболу. Ну, я не скажу, что это было каким-то сюрпризом, потому что по тренировкам, по в целом тому, что мне рассказывали, я знаю, что там реально достойные игроки. Тем более, вот на одну тренировку меня позвали чисто в воротах постоять. И, ну, очень много там нового увидел. Увидел того, чего не было у нас, например, в прошлом году на наших каких-то таких сборах. Вот. Поэтому, наверное, главным фактором, который помог из Фнимку забрать место в 1-4 финала, это первокурсники. И отдельно выделю Влада Смансера. Смансер, Смансер, ну, Смансер, скорее всего. Владислав. Владислав, это же Влад, да? Вот. Значит, Влад Смансер, который, ну, в прошлой игре с Елабужским институтом прям летал в своих воротах, пропустил два, и то там, по-моему, вообще не его голы абсолютно были. Поэтому, ну, очень достойно. Очень достойно. Просто сыграл и снинг. Потрясающе. Хорошо. Какие еще эпидемии можно подобрать? Собрано, слаженно, организовано. Теперь перейдем к заключительному матчу 1-8 финала Института физики и Института математики и механики. Давай поговорим об этом матче. Ну, говорить можно много, наверное. Потому что мы увидели камбэк со счета 4-1, по-моему, после первой половины. Тогда у физиков не получалось вообще ничего. И во время того, как ты смотришь игру, ты наблюдаешь за эмоциями игроков, и там действительно было очень много какого-то нерва, стресса со стороны именно физиков. Они очень много что-то кричали, руками размахивали. Но потом, я не знаю, что произошло, и мимо отпустил игру, и физики заколотили еще 5, получился итоговый счет 6-4. Но, честно сказать, матч стал украшением дня, потому что погода за окном была не очень, дождливая, серая, холодная. Хотелось очень сильно спать, но, наверное, такие камбэки нужны в тяжелые воскресные дни. И поэтому, наверное, этот матч можно в отдельную какую-то систему выделить координат. Итак, сейчас мы обсудили с тобой одну восьмую, впереди четверть финала. Какие матчи ты бы хотел прокомментировать? Ну, там, наверное, целая серия. Прежде всего, это главный матч, наверное, одной четвертой финала. Это Имо-Юрфак. Два больших института приведут по-любому с собой большое количество болельщиков. Вот, кстати, одно из новшеств этого кубка – это болельщики. Их очень много было на матче эконома и института международных отношений. Такие матчи комментировать в разы легче, в разы интереснее. Ну, не для горла только, потому что приходится очень громко кричать, чтобы перекрикивать трибуны и передавать эмоции, которые происходят на картинке. Вот, наверное, выделю этот поединок. Ну, и отдельно, конечно, это из ФНИМК против института физики. Вроде как, это институты друзья в спортивном секторе. Вот, и от этого будет, конечно, еще интереснее все это смотреться. Вот, наверное, выделю эти два поединка, но если мы уберем все вот, всю эмоциональную какую-то часть, то, конечно, самое интересное, это ИМО и Юрфак. Это прям, прям пушка. Спасибо, Паша, тебе за подробное интервью, хорошей работы, увидимся на Кубке. Вам спасибо, что позвали. Смотрите футбол. Смотрите. С вами была программа неделя спорта и я ее ведущая Ева Семянова. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok